Дверь в конце коридора Автор – Старлорд Длинный коридор отделения психоневрологической больницы. С потолка падает тусклый свет люминесцентных ламп. Да, светильники довольно старые, и свет оставляет желать лучшего. Слышно мерное гудение дросселей, один из светильников – периодический искрит. По левую и правую сторону коридора заметны двери палат. Они выкрашены в серый цвет. Кое-где на дверях облупилась краска, да и на стенах тоже. Где-то в конце коридора раздаётся скрип колёс каталки. Слышен лязг открываемой двери, откуда и выкатывается та самая каталка, на которой виден... Гроб. Домовина переезжает в палату напротив. И в самом конце этого коридора видна ещё одна дверь, из-под которой бьёт очень яркий свет. А по самому отделению к двери идёт молодой парень девятнадцати лет. В больничной пижаме, босиком. Он пытается добраться до той самой двери и открыть её. Вот, он уже у цели, протягивает руку к дверной ручке и застывает в нерешительности. Открыть или не открыть, проносятся мысли в голове у юноши. Но что там ждёт? Или кто? Молодой человек отдёргивает руку от двери. Открыть. Слышны голоса. Слышен лязг открывать. Открыть. Кажется, словно это множество грешных душ просят, чтобы их выпустили. Или зовут к себе. Замолчите, нет, не надо. Паренёк падает на колени и закрывает уши ладонями. Нет, нет, заткнитесь. Но голоса из-за двери не умолкают. Яркий свет превращается в отблеск пламени. И парнишка чувствует жар, исходящий из дверной щели над полом. Наконец, голоса умолкли. Жар пламени ощущается ещё сильнее. Раздаётся удар в дверь. Ещё, ещё и ещё. Дверь трясётся под напором ударов. Мальчишка вскочил на ноги и побежал в противоположную сторону. Раздался треск выломанной двери и какое-то тяжёлое дыхание. Затем парень услышал топот босых ступней или звериных лап за спиной. Молодой человек в ужасе бежит прочь, но нечто его нагоняет. Парнишка закричал и проснулся у себя дома. Антон, в комнату быстро вошла Зинаида Львовна, его мама. «Ты опять кричишь во сне?» «Снова эти кошмары», — сказал Антон. «Так, скоро придёт твой психотерапевт», — произнесла женщина. «Расскажешь ему про сегодняшний сон. Господи, ты уже месяц так болеешь. Ты же рос вполне здоровым. Что произошло?» Раздался звонок домофона. Зинаида пошла открывать. Минут через пять в комнату парня вошёл мужчина средних лет с небольшим портфелем в правой руке. «Ну, привет, Антон Николаевич Семёнов», — шутливо официальным тоном сказал доктор. «Приветствую, Виталий Францевич», — ответил Антон. «Опять этот самый сон и та самая дверь», — сказал паренёк. «И ты снова не смог открыть её?» — поинтересовался психотерапевт. «Да, и я убегаю прочь, но её кто-то выламывает и гонится за мной по тому самому коридору, и когда она гоняет, я просыпаюсь в ужасе». «И ты не предполагаешь, что это или кто это может быть?» — спросил Виталий. «Если бы мне знать», — ответил Антон. «А может, это некое воспоминание или нечто подобное, ну, которое ты пытался забыть раньше, и забыл даже. А сейчас пытаешься вспомнить это всё», — предположил доктор. «Но ты не можешь сам открыть дверь, так как боишься этого воспоминания». «И что вы предлагаете?» — спросил Семёнов. «Давай попробуем гипноз», — предложил Виталий Францевич. «Тебе же это всё начало сниться месяц назад, так ведь?» «Да, месяц назад. До этого ничего подобного не снилось», — подтвердил Антон. «Ну хорошо, начнём сегодня и сейчас», — ответил врач. «Попробуем воскресить твои те воспоминания». «А это не опасно?» — в комнату вошла мама парня. «Если что-то пойдёт не так, то я его выведу из транса», — произнёс серьёзно Виталий. «Не скрою, что это может быть немного опасно. Но, повторюсь, я смогу вывести Антона из состояния гипноза». «Я вам верю», — улыбнулась Зинаида. «Пойду поставлю чайник. Кстати, хотите чаю?» «Спасибо, не откажусь. Но проблема Антона прежде всего», — сказал психотерапевт. «Ну, начнём». Виталий посмотрел на паренька и достал из портфеля маятник. Металлический шарик на леске. «Сейчас я начну считать до десяти, а ты смотри на шарик. И ты погрузишься снова в свой сон. Но для начала просто расслабься». Антон, следуя указаниям психотерапевта, расслабился и уставился на шарик. «Ты погружаешься в тот самый сон», — начал врач. «Ты снова в том самом коридоре. По бокам ты видишь двери палат. Раз, два, три. На потолке мерцают лампы. Четыре, пять, шесть», — продолжал доктор. Антон вновь очутился в том самом коридоре. Но сейчас всё было немного по-другому. Двери палат уже были открыты, и парень заглянул в одну из них. В палате находилась ржавая пружинная кровать. Около неё стояла обшарпанная тумбочка, на которой восседал огромный ворон. Его перья при свете лампочки накаливания, одиноко висевшей в палате под самым потолком, отливали и сине-чёрным цветом. Птица встрепенулась и несколько раз каркнула. Антон быстро отбежал в коридор. Он пошёл дальше. Любопытство заставило парня заглянуть в одну из палат напротив. Там он увидел две табуретки, на которых был установлен гроб. Антон почувствовал учащённое сердцебиение, но всё же решил подойти к гробу и заглянуть вовнутрь. Но гроб с шумом захлопнулся. Парень вышел из палаты и направился к своей цели — той самой двери. Из нескольких палат с мяуканьем выбежали чёрные коты. Животные скрылись в противоположных помещениях. Раздался противный ляск, и перед парнем выкатилась инвалидная коляска. В ней Антон разглядел некий силуэт, обмотанный в белую простыню, словно в саван. Лампы на потолке начали сильно трещать, осыпая пол искрами. Дроссели монотонно загудели. Ощущение было такое, что Семёнов находился внутри самолёта и из-за гула. После коляска скрылась в палате справа. Наконец Антон снова подошёл к той самой двери и снова протянул руку, чтобы открыть её. И снова замер в нерешительности. «Открывай, выпустите нас!» Снова услышал он. «Ты хочешь открыть дверь?» Раздавались голоса. Но Семёнов снова испугался и побежал прочь от двери. На этот раз дверь заскрипела. И открылась сама. И снова тот самый топ от босых ног по больничному полу Антон снова в ужасе закричал. «Антон, парень!» Услышал он далёкий голос. «Сейчас ты проснёшься!» «Десять, девять, восемь, три, два, один, просыпайся!» Антон открыл глаза и резко подскочил в кровати, судорожно дыша. «Простите, доктор, я подвёл вас снова и не смог открыть дверь», — сказал парнишка. «Ничего страшного», — ответил врач. «На сегодня сеанс закончим. А завтра продолжим. Тебе надо немного отвлечься. Сейчас что-нибудь поделай. Ещё же день. Можешь даже прогуляться немного, поучить предметы. Ты же в колледже учишься». «Да, это правда», — сказал Антон. «Сделаю я, пожалуй, реферат». «Вот и хорошо», — одобрил Виталий. «А сейчас давай попьём чаю». Психотерапевт и парень направились на кухню. Антон за этот месяц дружился со своим доктором. У парня, надо сказать, не было отца. Точнее, он был, но бросил их с матерью, когда мальчику исполнился год. Просто не выдержал бытовых проблем, связанных с ребёнком. Но Зинаида Львовна окружила мальчика любовью. Однако в то же время не баловала его особо. Воспитывала в умеренной строгости и умеренной ласке. Антон уже с младших классов был самостоятельным ребёнком. Приходя со школы, он готовил домашнее задание, затем мог приготовить нехитрый ужин для себя и матери. Зинаида работала экономистом в фирме. Иногда приходило поздно. После приготовления ужина мальчик гулял полтора часа, а затем шёл на остановку и встречал мать. И помогал ей нести сумки. Сотрудницы, ехавшие в одном автобусе с Зинаидой, завидовали женщине белой завистью. Закончив 11 класс, подросток поступил в кулинарный колледж на повара. Просто парню нравилось готовить. И в настоящее время Антон учился на третьем курсе колледжа. Доктор, попив чаю, попрощался с Зинаидой и Антоном. Затем, пообещав прийти на следующий день, удалился. А парень направился в комнату, чтобы написать реферат. Точнее, скачать из интернета. Женщина же занялась домашними делами. Наступил вечер. Антон решил лечь пораньше, так как не выспался прошлой ночью. На этот раз его кошмары не мучили. А снились непонятные сны. На следующий день, в 11 утра, Виталий Францевич снова пришёл к своему пациенту. Он вошёл в комнату молодого человека. «Ну, продолжим», спросил доктор. «Я готов», — ответил Антон. «Начнём, пожалуй. И сегодня я открою эту чёртову дверь». «Приступим тогда», — коротко сказал Виталий и достал маятник. «Всё по старой схеме. Я начинаю отсчёт до десяти, и ты вновь окажешься там, где был. Раз, два, следи за шариком. Три, четыре, пять». Антон вновь очутился в знакомом месте. На этот раз из стен вылезали руки, а из палац слышались стоны. С потолка сыпались искры от ламп, дроссели гудели ещё громче. «Чёрт возьми, на этот раз какая-то чертовщина происходит», — сказал сам себе Антон. «Но я не побоюсь и открою эту дверь». И парень уверенно двинулся дальше. Что-то заставило его заглянуть в палату с гробом. Он зашёл туда и посмотрел в домовину. В гробу лежал мальчик лет девяти-десяти. Лицо парнишки показалось Антону знакомым. Из закрытого глаза мальчика потекла кровавая слеза. Она скатилась по виску под его голову. Антон с ужасом наблюдал за этим. Сердце бешено колотилось. В углу палаты замяукала кошка. Парень быстро вышел из палаты и снова пошёл к своей цели. Но он всё думал, где мог видеть того мальчика из гроба. Он невольно задрал голову вверх. И с потолка к Антону тоже потянулись руки, перепачканные землёй. Парень быстрее побежал к той самой двери. На этот раз он схватил ручку и, резко повернув её, открыл дверь. За дверью он увидел девятилетнего себя в компании друзей-одногодок. Пятеро пацанов, включая его и три девочки, гнались ещё за каким-то мальчишкой их возраста. Они гнали его к заброшенной психиатрической больнице. «Предатель и стукач!» — кричали дети. «Ты нас заложил в училке, потому что мы прогуляли физкультуру!» Они загнали парнишку внутрь больницы. Мальчик забежал на второй этаж, и Антон как бы сам перенёсся за ним. Он с ужасом узнал тот самый коридор и мальчишку. Это был тот самый мальчик из гроба. А дети из видения, и он сам в детском возрасте уже забежали за тем парнишкой на этаж. Но мальчишка укрылся в одной из палат. Преследователи всё же обнаружили его. «А давайте закроем его!» — предложил Антон. «Пусть знает, а где-то через час выпустим стукача. Вон на дверях и массивные шпингалеты есть». Сказано, сделано. Дети закрыли свою жертву в палате и побежали на улицу. «Откройте!» — услышали они крики мальчишки. «Посиди там в наказание!» — крикнул Антон. «У меня клаустрофобия! Выпустите!» Снова раздался крик, но ребята уже не слышали его. Они вышли из больницы. А после друзья заигрались и разошлись по домам, забыв про того мальчишку. На утро того мальчика случайно обнаружили местные панки, решившие потусить в заброшке. Мальчик тот был мёртв. Панки вызвали соответствующие органы. Дальше было разбирательство и прочие процедуры. Взрослый Антон в видении присутствовал и при этих всех манипуляциях. Из глаз его текли слёзы. Он понял, что потерялось в его подсознании. Понял, какая ужасная тайна крылась в нём все эти годы. «Так, давай!» – услышал он знакомый голос из другого мира. «Я начинаю обратный отсчёт. Десять, девять, восемь, семь. Ты вновь возвращаешься в реальность. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Проснись!» – доктор хлопнул в ладоши. Дальше Антон проснулся и сказал, что сумел открыть ту самую дверь. По его щекам текли слёзы. «Это был Даня Чернов», – сказал парень. «Мы тогда проучить хотели его, не думая о последствиях. Я запер Даню в заброшенной палате». И Антон рассказал всё Виталию Францевичу. Доктор десять минут сидел молча, а потом посмотрел в глаза Антону. «Да, сделанного не воротишь», – задумчиво сказал он. «Вам было по девять лет всем, и вы не знали последствий клаустрофобии». «Я должен идти в полицию и сознаться во всём», – сказал Антон. «Иначе я не смогу нести этот самый груз. Я должен покаяться». «Ну, раз ты так решил, то будь по-твоему. У меня есть знакомый следователь. Расскажешь ему всё без утайки. Но пойдём мы вместе с тобой. Согласен?» «Да, я готов», – ответил Антон. Как парень и доктор решили, так и сделали. Они пришли к следователю. Антон рассказал полицейскому всё без утайки. Тот вскрыл дело десятилетней давности, снова прочёл его. И, сославшись на детский возраст ребят, на их незнание страшных последствий и на давность преступления, не стал вновь возбуждать его, а посоветовал сходить в церковь и к родителям Данила. Что Антон и сделал. Родители того мальчика смогли простить Семёнова за то, что он раскаялся искренне перед ними, а у парня стало легко на душе. И в одной из ночей ему приснился сон, в котором был Даня Чернов. Мальчик улыбался Антону. Затем протянул свою руку. Ребята обменялись рукопожатиями. «Я давно простил тебя и всех вас», – сказал тихо Данил. «Просто я ждал, когда ты покаешься. Ты сделал это. Теперь мне пора». И девятилетний мальчик направился к той самой двери в конце коридора. Она открылась, и за ней оказалась лестница в небо. Даня начал подниматься по ней. «Антон, я буду ждать тебя. Но не сейчас, а по прошествии многих лет», – сказал парнишка, и вскоре скрылся в ярком свете. Дверь закрылась, «Антон ещё долго смотрел на неё. По его щекам текли слёзы счастья». Оригинальное название «Дверь в конце коридора». Автор – Старлорд. Ну, как тебе история? Оставь отзыв в комментариях. Нам будет важно узнать именно твоё мнение, чтобы выбирать в будущем только лучших авторов и рассказы. Ну, а если хочешь истории подлиннее, в нашей озвучке переходи по ссылке в закреплённом комментарии и подписывайся на наш второй канал. Субтитры создавал DimaTorzok